13 октября выходит припатч для Shadowlands, и хотя совершенно неизвестно, когда выйдет сам Shadowlands, надеюсь его хотя бы не перенесут на следующий год, я собираюсь, собираюсь показать вам кое-что, знакомьтесь, это Пепточка, ну в принципе её многие уже видели, и Пепточка это главный проект этого канала, я надеюсь на очень долгое время. Если вы помните, когда я её начинал, и когда там у вас была голосовалка за то, за какой класс мне играть, и в итоге мы стали играть совсем не за тот класс, если вы не знаете о чём речь, то вот тут вот, надеюсь, есть ссылочка, и всё это время я говорил вам, что я хочу быть ТОП-1 СНГ. И вы угорали, потом уже, когда я прокачал персонажа, и начал там ходить в Мифик Плюс, и меня начали паровозить зрители, вы там типа, а, Пептар тебя паровозит, ну ты и днища, в Героя к Неолоту, меня паровозили, потом я ходил с рандомами в эпохальную Неолоту, не знал тактику, вы тоже смеялись, и вы такие типа, а, Пептар, ну да, ТОП-1 СНГ, да, понятно, мы видим какой-то рак, мы поняли, что это была шутка, но нет, это была не шутка. Вы такие сейчас, чё? Конечно, я не стану, скорее всего, не стану ТОП-1 СНГ, давайте немножечко серьёзнее. Но я покажу вам, как человек, который вообще ничего не может и не понимает World of Warcraft, с выходом нового аддона, может начать действительно ебашить. Я не знаю, до какой, скажем так, степени топовости я собираюсь стремиться, я нашёл себе очень хорошую гильдию. Это гильдия, которая дальневосточная на рейде днём, и, ну, мне это нужно, чтобы там вечером, может, что-нибудь ещё постримить, там какие-то игры, новинки, я не знаю, Мифик Плюсы, всё что угодно, или, собственно, в классике, естественно, рейдить я тоже не собираюсь прекращать. Кроме того, эта гильдия входит, как я и хотел, в ТОП-100 России, если я не ошибаюсь, они 33-й в России закрыли Неолоту эпохальную, и они рейдят 3 дня в неделю всего лишь, это... Я не хочу слишком много времени тратить на рейдинг, для меня это перебор. Вы тоже, вы говорили, пиптар, ха-ха, типа, ты собираешься найти вот такую гильдию, это ж невозможно, ты чё? Ну, ты должен быть ебашером, у тебя там должны быть логи и так далее, тебя никто не возьмёт в такую гильдию, отсосите. Ха-ха-ха, причём на тот момент, когда они меня брали, они даже не знали, надеюсь, по крайней мере, что я там какой-то блогер-стример, однако проблема в том, что меня в этой гильдии совершенно никто не знает, ну, в смысле, там, может, пара человек знает, что я какие-то видосики про классику снимаю, и чё-то там ещё иногда про актуальчик, и меня не знают, что самое плохое, как игрока, то есть, меня нету в их составе, меня никогда не было, я никогда с ними не рейдил, и это будет настоящим... я не знаю, получится ли у меня в овощной рагу, так называется гильдия, по-моему, ещё не сказала, кстати, получится ли у меня в овощной рагу внедриться, получится ли у меня начать с ними рейдить, на самом деле, я когда выбирал гильдию, там было же ещё много, скажем так, параметров, по которым я искал, там, например, я смотрел, как у них на WoW Procrest текст составлен, и если там было всё так серьёзно, знаете, написано официальным языком, то я такой думал, не, это ребята какие-то слишком скучные, у этих была какая-то наркомания просто, и в дискорде у них сейчас творится, какие-то члены линкуют, господи, почему все гильдии, в которые я вступаю, вот в Dream Team тоже, в классике, всё время в дискорде картинки членов, вообще, что... И, типа, я нахожу гильду, да, и такой, типа, вот, это классные, весёлые ребята, там, разговариваю с офицерами, с гемами для приёма, там, как-то вижу, что они тоже весёлые, адекватные, джойнюсь в их дискорд, и там вижу члены сразу же, Я не знаю, в чём дело Короче, я, как монах, практически полный ноль Да, в БФА я там оделся в какой-то 75-й шмот, ходил с рандомами и со зрителями в мифик плюсы, там, плюс-минус чё-то какие-то мифик плюсы закрыл, хотя вы все меня чмырите и говорите, что мои, там, 2600 или 2700-3 уж, не помню, сколько я набил, это вообще для однорей даунов, а у вас у всех по 5000 минимум, естественно, само собой, как же ещё может быть? Я с рандомами закрыл, по-моему, 5 или 6 боссов эпохальной неолоты, ну, больше как-то не получилось, что поделать И это всё, что я из себя представляю Но, когда выйдет припатч Шадоу Лэнса, почему, собственно, я решил это видео выпустить перед припатчем Шадоу Лэнса Потому что во время припатча, я понял, что эта история начинается, когда выйдет припатч Мне предстоит с новыми талантами, обилками, там, изменившимися и так далее, научиться танковать и дамажить Ну, хотя дамагеры не сильно монахи изменились, неважно, короче Научиться танковать и дамажить, хотя бы в том контенте, который мне более-менее знаком И уже, ну, и хилить, я как-то плюс-минус умею, надеюсь И в таком состоянии ждать выхода Шадоу Лэнса То есть дрочь начинается сейчас Я понимаю, что я безумно криворукий товарищ Я понимаю, что я очень плохо играю Очень плохо учусь Но я надеюсь, что через боль и страдания я смогу И смогу показать вам, как это, ну, типа, что это может каждый, да? Если уж пептарс и мог, то кто не сможет С огромным количеством попыток, тренировок, траев Пройти и занять какие-то действительно топовые места Короче, с одной стороны это будет все очень сложно С другой стороны С тех пор, как я перестал в Ричкинге серьезно играть в World of Warcraft Ждите байк задрота, хотя эта часть еще будет очень нескоро, на самом деле То есть через год только выйдут эти байки задрота Ну, ничего, подождем, все будет нормально Я много раз пытался вернуться Я пытался вернуться в Пандарии, в Дреноре, в Легионе Я делал свои гильдии Это было ужасно, хотя у нас были результаты Я вступал в чужие гильдии У меня постоянно не было времени, потому что я стример Я должен играть и стримить другие игры А мои стримы по World of Warcraft никто не смотрел никогда Но сейчас кое-что изменилось У меня появилась одна такая штука Которая позволяет мне осуществить мою мечту, на самом деле Ну, то есть, знаете, такой частый вопрос Его, наверное, всем стримерам задают Типа, а что ты будешь делать, если у тебя будет бесконечное количество денег? Мы вот видим, ты такой жадный мудак Ты наверняка, там, не знаю, будешь заниматься другими совсем делами Тебе неинтересно играть в компьютерные игры Но я думал об этом многое, серьезно и несерьезно Скорее всего, если у меня будет бесконечное количество денег То я буду стримить в World of Warcraft И у меня не было такой возможности Долгое время, потому что, повторюсь В World of Warcraft никто не смотрел, пока не появилась одна штука И эта штука, это вы У меня раньше не было аудитории по Вову А теперь она есть И, несмотря на то, что вас никак нельзя приравнять, к сожалению, пока что К бесконечному количеству денег Вы позволяете осуществить мне мою мечту И как бы это не было пафосно, это так Ворваться в Shadowlands и со дна подняться куда-то Хотя бы, я надеюсь, у меня получится подняться А, это действительно то, о чем я мечтаю, как игрок Я очень люблю компьютерные игры Я очень люблю World of Warcraft И я, там, недавно какое-то видео было Я рассказывал, что кому-то нравится одно хобби Там, кому-то нравится путешествовать Почему-то я все время говорю о путешествиях Там, саморазвитие, прочее всякое говно По-моему, саморазвитие это, в принципе, как ты в течение жизни Не важно, что-то я пошел в другую тему Короче, дело в том, что мне максимальное удовольствие Доставляет игра в Вов Ну, если не брать, там, в расчет алкоголь Который куда более вреден, чем игра в Вов И, может быть, еще парочку вещей, не знаю И пепточка, которой, кстати, возможно, надо сменить расу Потому что лисички меня задолбали Пепточка это воплощение моей мечты Хотя я совершенно не думал, что монах будет воплощением моей мечты Я буду, типа, играть за монаха, что за бред Я действительно очень сильно жду Shadowlands Наверное, да, наверное, по той причине, что я надеюсь, что окончательно, так скажем Вы, моя аудитория, позволите мне в основном вот этим заниматься Хотя, конечно, мне и другие игры Я еще Cyberpunk, например, очень сильно жду Но, уверен, он кончится быстрее, чем Shadowlands для меня Спасибо, что посмотрели это видео Увидимся, увидимся на стримах по припатчу Shadowlands По Shadowlands, WoW Classic, конечно же, тоже В моем сердечке никуда не девается Всем спасибо, всем пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok